А перед началом данного ролика я рекомендую вам, ребят, зайти и подписаться на канал Crazy Лешего. Здесь вы можете найти различные хоррор игры, этот чувак делает очень качественные видео и заботится о своей аудитории, чего нельзя сказать о некоторых знаменитостях. Ну, вы знаете, я не буду о них говорить. Короче, заходите, не пожалеете. Ребята, всем привет! С вами Дэмси. Сегодня мы делаем седьмую серию второго сезона мифов по Outlast. Ставим лайки, потому что я видел лайков вообще очень много было на прошлой серии. Думаю, это будет, может быть, хуже, но неважно, куча лайков это очень клёво, мы на первом месте, там, топы и всё такое. Короче, ставьте лайки и поехали. Для начала мы проверим миф о том, что к этому чуваку, к нашему дедуле, можно зайти. Он открывает эту дверь, но в то же время он не агрессивен. Мы тупо телепортируемся сюда, когда он начнёт открывать дверь, и протиснемся. И попробуем с ним там полазить. Миф будет гласить о том, что, во-первых, он не будет нас атаковать, а во-вторых, мы сможем изучить эту локацию. Бежим от него. Он прямо-таки сзади нас. Ну-ну-ну, стой! Ах ты! Ладно. Проверим ещё раз? Да, пожалуйста. Проверяем ещё раз. Делаем всё то же самое. Ой. Не так сделал? Стой! А тут нельзя пройти, да? Да, нельзя. Так что миф опровергнут, ребят. Зайти мы туда не можем, а, соответственно, исследовать локацию мы тоже не можем. Может быть, тут как-то можно туда проникнуть? Я не знаю. Ну, так точно не проникнешь, конечно. Как-то так. Можно телепортацией, но давайте так вот просто посмотрим, что тут у нас есть. По-моему, я это уже показывал когда-то там. Не помню когда. Но он как-то вот сюда прошёл. Вообще без понятия, как он это сделал. Но он сюда прошёл. Отсюда. Так что тут мы ничего исследовать не можем. Такие дела, ребят. А теперь проверим миф о том, что к этому челу можно проникнуть с помощью телепортации. И там невозможно будет умереть. Посмотрим. И посмотрим, умирает ли он. Ну что ж, быстренько заходим сюда и оставим тут телепортацию. И мы к нему телепортируемся. Лол. Чел, ты уже сдох, да? Мне кажется, и на этот раз игра тоже возьмёт и перекинет нас на... На локацию. Нет, пока не перекинула. Хорошо. Ну-ка, ну-ка. Да, найти главный рычаг. А так он уже сдох. Чё это мы его спасали? Он уже сдох. Но мы можем просто переступить. И оказаться уже на другой части локации. Это клёво. Чё-то долго, правда, он так грузится, если вот так вот сделать. Но... Чел уже всё равно дохлый. Так что такие дела. Тут лежит батарейка. Каким образом мы должны её взять? Ну вот каким? Тут есть вентиляционная шахта, да. Но мы не залезем сюда. Мы вот тупо сюда не залезем. Как мы возьмём батарейку, мне скажите? Ну как? Ну может... Разработчики там ошиблись или... Стоп. Может... Ну-ка, стой. Ага. После этого можно взять... Лол, я этого не знал. Извиняюсь. Извиняюсь. Он закрыл эту дверь, да? Тут я уже был. Короче, такая вот фигня. Оказывается, там какой-то чел, ну, которого нет, конечно. Который потом появляется и даёт нам возможность забрать батарейку. Так что это считайте секретной батарейкой. Потому что никто бы из вас сюда не возвращался. Так что такие дела. Давайте проверим эту фигню. Помните, тут кидает Крис какого-то чела. Давайте на самом деле проверим, кидает он этого чела или нет. Поставим здесь телепортацию сразу, чтобы выяснить. Потому что, по идее, он должен руки опускать, когда кинет его, да? Сейчас мы и проверим. Поехали проверять. Лол, ничего не понял, что произошло. Нужно ещё раз проверить, обязательно. Чел, да хватит меня преследовать, ты заколебал. Двери не закрыть, что за фигня? Так, ладно, я, короче, проверяю ещё раз, перезахожу, там все дела. Нет, не стоит. Лол, ты уже готовишься? Что это за поза у тебя? Тут мы не были, нет? Нет, не были. Давайте сделаем так. Сделаем, чтобы Вейлона автоматически сам ходил. Поставим где-то тут и пойдёт. Ну-ка. Нет, никого он не кидает. Всё с тобой ясно, чувак, халтурщик. Так что миф опровергнут, он никого не кидает. Хватит меня преследовать, ты заколебал уже, блин, преследовать. То в оригинале от него смотаться не могли, теперь в дополнении, блин. Короче, миф опровергнут. Крис у нас халтурщик. Не верьте Крису, ребят. Никогда не верьте Крисам вообще. Они все халтурщики по жизни. Тем более догнать вас не могут, так что вы знаете, что делать. А следующий миф будет гласить о том, что если мы сейчас это всё закроем, то когда он нас поймает, он кинет нас тупо в воздух, потому что мы должны как бы оказаться здесь, а я это закрою сейчас через телепортацию, там вот буду взаимодействовать. То мы просто окажемся в воздухе. Давайте проверим. Ну что, взаимодействуем. Ага, нельзя. То есть с этой можно, а тут нельзя. Ясно. Миф уже опровергнут. Почему? Почему? Главное, что его даже подсвечивается, но, к сожалению, не взаимодействует. Так что миф сразу опровергнут, и жаль, конечно. И, кстати, мы сюда можем пролезть. Эээ, вау. Эээ, ну да, но нет. Я не понял, что сейчас произошло. Я половину, ой, половину. Я, получается, прошёл это место. А что, если к нему подойти? Эээ, чел, чел, я могу открыть эту дверь. Ты где? Эээ, да. Я ничего не понял, я выбил с первого раза эту стенку. А, вот, мы вылезли. А, ну всё, теперь типа всё хорошо. И дверь мы уже можем открыть. Вау. А, а это можем? Нет. Такие дела, ребят, не знаю, что я натворил, но, к сожалению, нельзя закрыть. Точнее, ну да, закрыть, у нас же открытая была, да? Нельзя, поэтому мифы проверкнут, а то, что получается в итоге, выходит какой-то бред вообще, не знаю. Чисто случайно получилось. Но, так уж и быть. А теперь давайте проверим кое-что ещё. Кто-то в комментариях мне подсказал, чтобы я проверил вот этот вот миф. Короче, нам нужно сделать дверь прозрачной. Вот. И всё, нас никто не трогает. Миф уже подтверждён. Чувак, где твоя братва? Эй. И почему ты прозрачный? Чья у тебя там голова? Не знаю. Ну ты косой, чувак. Ну ты косой. Чё ты кричишь, Вайло? Ну всё хорошо. То есть миф подтверждён. Просто делаешь двери прозрачными, и этот чувак уже ничего тебе не сделает. И братвы его тоже нету. А теперь появляется. Но он чё-то не нападает. Короче, миф подтверждён. Ээээ, до свидания, чувак. Оу, промахнулся. Да-да. Всё, пока. Миф. Да ё-моё, не бей меня чё, офигелось что ли. Короче, миф. Подтверждён. Следующий миф очень очевидный. Все, в принципе, прекрасно знают, понимают. Но покажу тем, кто, может, понятия не имеет, как тут всё устроено. Короче, поставим телепортацию где-то вот здесь, давайте. Активируем. Мы прибежим обратно. Деактивируем. И появится чел. И в чём прикол? Если мы не будем поворачиваться, то есть вообще разворачиваться в её сторону не будем, то... Всё отлично, всё круто. И... То есть, он не будет нас трогать, бить и всё такое. Ну что, смотрим, правда это или нет. Я стою. Никого нету сзади. Никто не собирается меня бить. Сзади тупо никого нет. Как только я развернусь, появится. Ну давайте мы... Лол. Ну как бы... Да, да, чел. Да. Мы там до сих пор стоим. Странно, почему он появился. Я ведь даже в точку... Всё в ту же точку смотрел. Но чел завис походу. Эй, алё. Я сзади. Наконец-то. Наконец-то. Короче, миф подтверждён. Очень банальный миф, но... Забавный миф получился, потому что я телепортировался. Да, чел, да. Ты умеешь открывать дверь, мы все это прекрасно знаем. А если я так сделаю... Ты типа поймёшь, где мы, да? Он что-то чувствовал, да? Вот серьёзно. Как он мог узнать, что мы телепортируемся за спину? Спасибо, чел. Короче, такие дела, ребят. Помните, ребят, я рассказывал вам о том, что можно отсюда проникнуть в подвал. Здесь находится подвал. Только в оригинале. То есть в дополнении в этой локации не будет никакого подвала, поэтому это работает только в оригинале. Нам нужен телепорт. Сейчас я залезу и покажу, куда нужно прыгнуть. И мы с вами окажемся в подвале. Что ж, мы уже здесь. Теперь нам нужно пройти вот сюда. Потом спуститься вот... Блин, уже не так спустился. Потому что тут, в принципе, вылезти можно, но... Я хотел немножко по-другому показать. Давайте ещё разочек попробуем. Вот. Вот. Прыгнул куда надо. Всё отлично. Берём батарейки. В принципе, можем и двери открыть. Тут никого нету. Вообще никого. Он даже... Даже вот здесь он не стоит. Но, к сожалению, выбраться отсюда нельзя. Если только не читами. Потому что там дверь заперта, понимаете? Давайте... Ну, тут, в принципе, вот мы активировали, как бы, его, да? Главную эту. Но, к сожалению, мы не можем активировать заслонки. Эти насосы. И как они там? Пам! Да, точно, эти насосы. Мы не можем их... Включить. Активировать. А, соответственно, мы не можем... Включить свет и выбраться отсюда. Хотя, в принципе, нам не нужно это делать. Потому что на улице... Мы вообще находимся с вами на улице. А здесь светло пока. Ну, кстати, чела чего-то его не было. Ну, ладно, ладно. Короче, такие дела. Можно проникнуть, но, к сожалению, выбраться нельзя отсюда. Так что, это судьба, наверное. Помните, в конце дополнения мы с вами выбираемся. И у нас есть, как бы, вход в подвал. Поставим здесь телепортацию. Вот. И перейдем в дополнение. И попробуем телепортироваться вот сюда. Сможем ли мы здесь ходить? Хотя бы хоть где-то. Итак, мы что здесь видим? Пароход в подвал как бы... Туда не пройти, да? Телепортироваться мы что-то не можем. Что за... А, так там ничего и нету. К сожалению, подвала здесь вообще нету. Поэтому миф сразу же опровергнут. Ходить по подвалу здесь нельзя. Подвала нету, поэтому миф опровергнут. А следующий миф гласит о том, что можно телепортироваться в шкафчик. И когда мы телепортируемся туда снова, то Крис не будет нас видеть. Вот, мы в шкафчике. Лол. Лол. Эй. Дружок. Я как бы застрял в шкафчике, понимаешь? Ээ. Эээ. Как ты меня вытащил оттуда, ты мне скажи. Давайте без камеры. Чтоб было более-менее видно. Вот. А, ну да. Нас немножко палит рука наша. Но я не думаю, что это из-за руки. Чел. Ты нас сквозь шкафчик бьешь. Отрыви нам голову. Да нет. Голову оторви. Эээ. Что я сделал? О. Да ладно. О, теперь ты нас точно не тронешь. Не знаю, что я сделал. Но теперь ты нас точно не тронешь, чувак. Я тебе это гарантирую. Давай. Шкафчик как бы я открыл. Эээ. Нет, он... А, он закрыт. Давай. Ты нас увидел? И мы упали в подвал. Вау. Сразу активируем все, что надо. Супер. Крис нас не тронет. Или тронет. О, блин. Крис нас заметил. Черт. Телепортироваться отсюда срочно. Эээ. Да. Блин. Два Криса? Что? Два Криса? Откуда два Криса? Откуда два Криса? Что я сделал? Что я... Что-то я не понял. Захожу в этот шкафчик. Делаю вот эту вот фигню. Падаю куда-то. Сколько их? Раз. Два Криса. Как? Как я их сделал? Черт вас зери. Ладно. Смотрим еще раз. Телепортируемся. Открываем шкафчик. Делаем так. Падаем сюда. Появляется тут Крис. Где-то. Не знаю. Давайте. Вот. Какой-то из них идет. И их сразу двое становится. Но я вылезти не могу отсюда. Один и второй. Да вы издеваетесь. Ребят. Ого. Так ты меня вытащил? А ты что делаешь? Ясно. Ясно. Короче, ребят. Это были все мифы на седьмую серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Демпси. И седьмая серия второго сезона мифов по Outlast. Ставьте лайки, комментируйте. Мне очень понравилось, что на последней серии было аж тысячу лайков. Ну, уже на данный момент тысячу лайков. Более тысячи лайков. И это очень клево, ребят. Прикиньте, как это клево. Это видео сразу в топ практически. Топ видео по Outlast. Так что, ребят. Чем больше лайков, действительно, намного быстрее в топе будет. И все такое. Это очень и очень клево. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. С вами был Демпси и Джереми Блэр.